Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Камила Татлеева. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров вошел в топ-5 рейтинга упоминаемости в СМИ ректоров вузов России. Рейтинг был подготовлен фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов индекс». Ильшат Гафоров занял четвертую позицию в рейтинге. Число упоминаний его в масс-медиа равняется 38. К другим новостям. Казанский федеральный университет – один из лидирующих вузов страны по количеству иностранных студентов. Сюда приезжают учиться не только из ближнего, но и из дальнего зарубежья. Таким студентам особенно сложно преодолеть языковой барьер. Однако в КФУ разработали специальное приложение, которое поможет решить эту проблему. Все подробности далее. Сотрудники Центра цифровых трансформаций и преподаватели подготовительного факультета Казанского федерального университета завершают разработку уникального мобильного приложения, которое станет отличным помощником для иностранных студентов, испытывающих трудности в изучении русской фонетики. Действительно, бывает очень сложно выработать правильное произношение на русском языке. И вот это приложение во многом призвано им помочь выработать правильную артикуляцию. И мы очень рады, что у нас эта инициатива случилась так в свое время. Отработка произносительных навыков требует постоянного контроля и коррекции, которые возможны при прямом взаимодействии учащегося и преподавателя. Но поскольку не все иностранные студенты могут приступить к очному обучению из-за ограничений на въезд в страну в связи с эпидемиологической ситуацией, это приложение окажется очень кстати. В эпоху дистанционного обучения приложение может восполнить недостаток живого общения с преподавателем русского языка. На данный момент наша целевая аудитория – это студенты, которые вообще не изучали русский язык. Но по мере развития проекта мы планируем, что будет дополняться корректирующими упражнениями, которые пригодятся студентам, которые уже изучают русский язык, но чья фонетика далека от идеала. В рамках данного проекта использовались уникальные разработки Казанского федерального университета в области виброакустического и психоакустического анализа. Для распознавания слов, букв, различных лексем, фонем используются методы искусственного интеллекта и машинного обучения. То есть мы не только распознаем, но еще и определяем, корректно или некорректно человек сказал и как именно некорректно сказал. Приложение с пока что рабочим названием «Студия РУС» будет в свободном доступе для всех иностранных студентов Казанского федерального университета. Разработка завершится в конце октября и будет доступна на платформе iOS. Некоторые студенты уже протестировали приложение. Мне понравилось и меня очень удивило. Это было особенно, как удобно это положение выглядело. Там очень удобно проходить по курсам и выбираешь. Там есть и упражнения, и тесты после каждой. И очень удобно выглядит это положение. Диана Жленкова, Фаридзе Хитоглы, Универ Ньюс. 5 октября по всей России отмечается День учителя. В каждом учебном заведении страны в этот день проходят концерты, посвященные этому празднику. Лицей КФУ также не остались в стороне. Как прошел концерт в лицее имени Лобачевского, далее в сюжете. Кто-то споет, кто-то станцует, а кто-то поздравит и стихами. В лицее имени Лобачевского Казанского федерального университета прошел концерт, приуроченный ко Дню учителя, где лицеисты от всей души поздравили своих преподавателей. Приятно. Сейчас будет концерт. С хорошим настроением я пришел в лицей и жду радости общения с моими коллегами и с учениками. Проводить подобный концерт стало доброй традицией в лицее. Ученики из разных классов подготовили концертные номера, кто на что способен. В зале аплодисменты и радостные лица, как учителей, так и учеников. Лев Диденко, Вилета Басова, Универ Ньюс. 5 октября в Казанском университете прошла церемония вручения дипломов аспирантам. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. В культурно-спортивном комплексе Унинг состоялась церемония вручения дипломов аспирантам гуманитарных и естественных наук. В этом году выпускается 205 человек. Наши выпускники самого высокого класса, самые высокие пробы. Причем среди этих людей, сегодня я чувствовал гуманитариев, среди них уже 10 человек защитили кандидатский диссертат. То есть это прошло 3 года. За время учебы аспирантуры они не только освоили курс аспирантуры, курс третьего уровня образования, но также смогли подготовить, защитить не только выпускную работу, но также и диссертационную работу. Сейчас в Казанском университете обучается более 1200 аспирантов из разных стран. Эти люди сегодня, большинство из них уходят в научные учреждения, сейчас уходят в школы преподавать, сейчас довольно большая группа остается в Казанском университете, работает в разных проектах, преподавателями. Кристина Надышина, Виолетта Басова, Универньюз. 71 год назад, 1 октября 1949 года, образовалась Китайская Народная Республика. С того дня Советский Союз заручился союзникам в дипломатических и экономических отношениях. Несмотря на то, что СССР распался, отношения между двумя странами продолжают развиваться. В чем причина 70-летней дружбы? В сюжете нашего корреспондента. 1 октября 1949 года на мировой карте появилась новая страна – Китайская Народная Республика. Уже на следующий день руководство Советского Союза первым признало существование нового государства. Так начались долгие взаимовыгодные отношения между двумя странами. Несмотря на то, что Советский Союз прекратил свое существование, сотрудничество России и КНР продолжается. Уже 71 год мир знает о дружбе двух держав – России и КНР. По словам экспертов, в будущем отношения между странами будут только развиваться. Они будут развиваться, возможно, будут расширяться, потому что здесь действительно вот этот предел роста еще не достигнут. Я думаю, что впереди нас ждут новые проекты. Не стоит забывать, что помимо дружеских отношений между двумя странами налажено экономическое сотрудничество. Торговые отношения продолжают крепнуть, однако бытует мнение, что подобные отношения устраивают больше интереса скорее Китая, нежели России. Оба государства сотрудничают также в вопросах решений и других задач. Важность этих отношений заключается в том, что мы соседи. И у нас достаточно большая протяженность границ, и, соответственно, у нас достаточно много общих проблем, которые отсюда вытекают. Например, там и природа пользования, вопросы безопасности, и товарообмена, и коммунитарное сотрудничество, конечно, здесь же. Важность этих отношений в том, что мы все-таки экономические партнеры. И Россия в целом, и Татарстан здесь имеем очень хорошую базу для того, чтобы развивать вот эти вот все направления сотрудничества. Если речь зашла о взаимовыгодных отношениях, не стоит забывать и о научном сотрудничестве между двумя государствами. Очень важную роль в этом сыграли и вузы обеих стран. Казанский федеральный университет, можно сказать, выступает флагманом в развитии научного сотрудничества России и КНР. Университет сам по себе вносит большой вклад в развитие отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. У нас реализуется ряд программ двойных дипломов, у нас есть удаленные подготовительные факультеты, которые работают на базе общеобразовательных организаций ряда провинций китайских. В настоящее время у нас различные формы направления сотрудничества реализуются с 39-ю научно-образовательными центром Китая. В сфере экономики, в сфере нефтегазовых технологий, в сфере медицины. Когда границы были открыты, китайские ученые, китайские руководители, достаточно часто были гостями Казанского университета, мы их принимали. Ежегодно университет продолжает набирать все больше китайских студентов. Таким образом, в этом году количество китайских абитуриентов выросло в несколько раз. Вы знаете, что в настоящее время у нас обучается порядка 1200 студентов из Китая. Они учатся дистанционно, они, имея возможности показать их интересы, не очень, находясь здесь. Я хочу сказать, что и прием текущего года показал достаточно большой интерес китайских студентов. Казанского университета у нас в настоящее время порядка 20% первого курса, принятого среди иностранных студентов, это студенты из Китая. Таким образом, КФУ не только улучшает отношения между Россией и Китаем, но и проторяет дорогу для новых проектов, которые в будущем, возможно, выдвинут науку и экономику обеих стран на новый уровень. Лев Диденко, Универ Ньюс. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok